Парк Победы – это почти 30 различных тематических площадок. Одной из самых интересных и запоминающихся, безусловно, стала экскурсия по Благовещенскому артиллерийскому полу Капаниру, который был построен еще в довоенное время. Несмотря на возраст, это форсификационное сооружение поражает даже сегодня. Военным инженерам удалось, кажется, невозможное. В этой бетонной постройке нет ни одного соединительного шва. Есть здесь и другие архитектурные хитрости. «Наверху мы видим железо. С этой стороны, а вот эта сторона, это как раз, которая выходит на реку. То есть самая опасная. Бок, боковинка. Для чего это? Если даже не было, то есть, ну, во-первых, попасть сложно в сам полу Капаниру, во-вторых, пробить невозможно. Самая основная опасность – это откол бетона внутрь, там, где гарнизон, там, где люди. С этой целью, конструкторским бюро, такое было, Карбышево, они придумали. Это корабельная сталь, сталь в полтора сантиметра. То есть даже если откол происходил с любой стороны, эта сталь не давала отколу идти сюда». За два часа артиллерийский полу Капанир посетило более 500 человек. Особый интерес это военное сооружение вызвало у самых маленьких экскурсантов. Ведь здесь все можно было не только посмотреть, но и потрогать, как оказалось оружие, боеприпасы и многочисленные переходы этого бункера понравились не только мальчишкам, но и девчонкам. «Там больше всего понравился прокоп, чтобы если помещение кто-то зашел уже, ненцы, то тогда можно вылезти через прокоп, через помещение». Для обороны Благовещенска таких полукапаниров вокруг областной столицы было построено 20. Пока для посетителей открыт только один, но в планах руководства ДВОКО открыть широкой аудитории еще один блиндаж, расположенный в селе Марково. «Тот самый капанир Марково, на базе которого мы планируем сделать реконструкцию, он находится в таком очень хорошем состоянии. То есть он, во-первых, у него самая местность, он не возле воды стоит, он стоит прямо в самой деревне. И многие даже про него, даже марковчане, если так, как можно сказать, не догадываются, но он там у них есть. Поэтому мы его потихонечку сейчас перевели в порядок и вот планируем уже там делать такой же комплекс». Впрочем, Парк Победы состоял не только из посещения полукапанира. Посетители этого масштабного мероприятия смогли увидеть разминку спортсменов, реконструкцию боя, отведать солдатской каши, ну и проверить свое IQ, приняв участие в веселых конкурсах. «Два плюс два умножить на два. Два плюс два умножить на два. Два плюс два умножить на два. Что-то у вас пятерка, да незаслуженная». Без призов в этом конкурсе не остался никто. Интересно, что и ведущий мероприятия невольно стал участником своей же программы. Правда, на вопрос школьницы правильного ответа он дать не смог, поэтому вместо подарка ему пришлось ограничиться вальсом. Юрий Камышный, Анастасия Петраш, Андрей Цветков. Амурское областное телевидение.